Похитительница младенца в Киеве будет ждать своего переговора дома. Аболонский райсуд столицы избрал для нее меру пресечения, максимальную возможную для данного преступления. Что заставило 20-летнюю Даяну Шаль украсть ребенка? И что и теперь грозит? За ходом судебного расследования наблюдает Елена Зорина. Эта история поставила на уши не только Киев. 20-летняя безработная Даяна Шаль прямо возле детского сада похищает полуторамесячную Викторию, пока ее папа забирает старшего ребенка. Похитительницу искали многие полиции. Обыкновенные жители ее фото гуляла в соцсетях. Меньше чем за сутки малышку, девушку и ее сожителя находят в 25 километрах от Киева. Прокуратура требует для похитительницы круглосуточный домашний арест. Адвокат просит наказание смягчить. Мол, девушке нужно на жизнь зарабатывать. О мотивах ни слова. Мол, адвокатская тайна сама Даяна Шаль в суде тоже предпочитает отмалчиваться. Мол, осадея нам сожалеет, но почему пошла на похищение, пояснять не хочет. Ни журналистам, ни судье. Ранее она утверждала, что похищение не планировала. Решилась на преступление, потому что якобы услышала от отца малышки, что она ему не нужна и хотела вернуть ребенка в полицию. У правоохранителей есть другая версия. Даяна не так давно потеряла своего ребенка. Оттого и решилась украсть чужого. Сожитель об этом якобы ничего не знал. Похищенного ребенка принял за своего. Сегодня парня отпустили. А вот Даяну ждут экспертизы. В межах переверки версии про народжение не и власной дитильницы, какая судово-медичная экспертиза про те, чи народжувала працана особа взагалі. Якщо народжувала, то приблизно який промежок часу мог пройти або вже пройшов. И крім того, в областковому порядку буде призначена амбулаторна судово-психолого-психологична экспертиза. Судья внимает аргументом прокуратуры. В итоге Даяна Шаль два месяца проведет дома с электронным браслетом. Если вину девушке докажут, ей грозит до пяти лет тюрьмы.